Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы слушателей для библейского портала «Экзегет» и с вами я, священник Иоанн Тераус. Поступил вопрос на наш портал следующего содержания. «Рассуждая по-человечески, не все люди замечательно хороши и не все беспросветно злы. Святых и злодеев мало. Основная масса серая и добрая и злая, а может быть, вернее, не добрая и не злая. Такое впечатление, что мы не дотягиваем до рая, но и адские мучения — это в нашем случае слишком жестоко. Почему Церковь не говорит ни о каком промежуточном состоянии?» Этот вопрос возникал не только у нашего слушателя, и я думаю, что у ряда слушателей в какой-то большой такой перспективе, в большом масштабе возникает такой вопрос. На Западе этот вопрос был разрешен через учение «Очистилище», о котором каждый из нас может ознакомиться в небезызвестном произведении Данте Алигьери «Божественная комедия». Однако для православного ощущения, для православного догматического богословия история с промежуточным состоянием является нераскрытой, недогматизированной, а наоборот была осуждаема Восточной Церковью, и Восточная Церковь всегда говорила о отдельно рае и об отдельно аде. Здесь я бы хотел обратить внимание наших слушателей на следующую идею о рае и об аде. Рай — это не хороший климат, а ад — это кастрюльки, горячий воздух и так далее, и тому подобное, бесы, которые будут издеваться над грешниками. Нет. Ад и рай — это состояние, в которое человек приходит. «Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть». Этот текст, например, толкуется и как внутри вас, то есть внутри Церкви, и Церковь есть Царство Божие, так и то, что внутри каждого индивидуума, внутри каждого человека человек может присоединиться к Царству Божию, войти в Царство Божие. В нашем с вами земном измерении мы можем с вами ощутить и адское состояние, и райское состояние. Один из богослов XX века, Льюис, говорил о том, что двери ада закрыты изнутри. То есть ад — это состояние человека, при котором Бог волей своей и по любви к человеку устраняется, дистанцируется от Него, для того, чтобы своим присутствием и своим вездесущим не навредить и не предать больших мучений человеку. В то же время, например, псалмопевец Давид говорит о том, что «Сойду в ад, и там ободесница твоя удержит меня». Соответственно, конечно, Господь присутствует во всем мире, но когда Иисус Христос сходит, например, в ад, ад становится раем. И со Христом исходят те, кто хочет выйти со Христом из адского состояния. Богослужебные тексты Православной Церкви напрямую говорят нам о том, что ад пуст, ад испровержен, ад изблевал всех из своего состояния. Но, скорее всего, здесь речь идет о тех, кто хотел идти за Христом, тех, кто услышал проповедь Иоанна Крестителя в аде и в этом тяжелом для человечества состоянии сумел услышать о скором избавлении их Господом Иисусом Христом. Райское состояние и адское состояние, как уже было сказано, мы можем испытывать и здесь. Если человек выходит за рамки своей земной жизни в адском состоянии, то он также в нем и пребывает. Если же он выходит за рамки своей жизни в состоянии Царства Божия, в состоянии любви к Богу, в состоянии послушания Богу, то он входит в Царство Божие. Мы с вами можем обратить внимание на ряд примеров из потеряков, в которых иногда очень большие грешники вступали в райские обители, а в то же время внешне очень большие праведники не доходили до Царства Божия. Это было связано не с каким-то языческим представлением о том, чего человек больше сделал, добрых дел или злых дел. Это не связано с тем, что человек поборолся со всеми ли страстями, или какие-то еще в нем остались. Здесь речь идет о потенции, здесь речь идет о векторе, который задан в его жизни. Например, разбойник, может быть, еще не успел отойти от этих согрешений. Может быть, он только покаялся, он изъявил желание быть со Христом в Царстве Небесном, и тут же в нем оказался. В то же время множество фарисеев, исполняющих каждую йоту закона, не смогли войти в Царство Божие. Вот, наверное, такой ответ на ваш вопрос. Промежуточного состояния между раем и адом не существует. Ибо в таком случае у нас меняется сама парадигма. Ища, например, какую-то историю с промежуточным состоянием между раем и адом, мы уходим из парадигмы той, что Бог любит человека и в раю, и в аду. Мы уходим от парадигмы того, что Бог принимает личный выбор каждого человека, свободный выбор каждого человека. И если человек выбирает ад, то Бог принимает это решение человека. И, соответственно, мы должны думать, будто бы ад — это наказание за грехи, рай — это награда за грехи, а если человек еще не успел ни того, ни другого, то некое малое наказание, которое очистит его от согрешения и введет его в Царство Божие. Но мы еще раз должны подчеркнуть, что не через то, чтобы человек страдал, Бог ведь не садист, для того, чтобы наблюдать за страданиями человека и через эти страдания исцелять его от грехов. Страдание — это следствие греха, но это не способ исцеления от этого греха. Посмотрите на Христа, который воскрес из мертвых и не подвергал Петра каким-нибудь страданиям. Он не сказал ему о том, что для того, чтобы ему исцелиться от его греха предательства, необходимо как-нибудь замысловатым образом пострадать. Нет. Бог имеет по возможности право прощать наши согрешения вне страданий. На этом я закончу ответ на этот вопрос и спешу поблагодарить вас за то, что вы присоединяетесь к нашему каналу, смотрите его. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok